Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Помните прогноз Джона Макафи, что биткоин вырастет до миллиона долларов под конец 2020 года? Нам не хватает всего около 989 тысяч долларов до этой цели. И я что-то очень сомневаюсь, что за 91 день биткоин достигнет этой цели. Это совсем не реалистично. Но в этом видео я хочу показать вам реалистичный прогноз для биткоина под конец 2020 года. Вы увидите три способа трактовать будущее биткоина и в конце концов конкретные цифры для каждого случая. Эти способы представил Санни Дикри, ссылка на его видео будет в описании. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео. Вчерашний ролик вы очень хорошо поддержали, мне было действительно приятно. А мы возвращаемся к главной теме этого выпуска. Анализ будет проводиться на основе единственной информации, которая у нас есть. График цены биткоина. Перед сегодняшним циклом биткоин демонстрировал лишь два таких же в прошлом, как мы видим на этом скриншоте. Первый, второй и сейчас мы находимся в третьем. На основе этой информации мы и будем проводить свое исследование, потому что цена всегда честная. Только она отображает фактическое отношение предложения и спроса на тот или иной актив в тот или иной момент времени. Как я уже говорил, Санни поделился тремя способами трактовать ситуацию. И я сразу наперед скажу вам, ни один из них не предсказывает миллион долларов к концу 2020 года. Давайте начнем с первого, который вы видите у себя на экране. Здесь мы видим сравнение между вершинами многочисленных бычьих рынков. Это вершина первого бычьего забега, затем вершина второго бычьего забега. Рост от вершины первого забега до вершины второго составил 3600%. Считая рост от вершины второго был рано до вершины третьего недавнего, получаем 1620%. Как вы видите, с каждым разом эта цифра становится меньше, приблизительно в два раза. Поэтому, скорее всего, нам стоит ожидать, что в этот раз она будет составлять около 800%. Это реалистичный сценарий. Кроме того, если мы сравним тайминги, то это произойдет приблизительно в декабре 2021. Приблизительно тогда и должен случиться новый пик следующего буллрана. Поэтому, если цена биткоина будет двигаться постепенно к этой вершине в конце 2021 года, то очевидно, что под конец этого года она точно не будет составлять миллион долларов. Скорее всего, она будет около 13500 долларов. Нам нужно запомнить эту цифру, она нам еще пригодится. Итак, 13500 долларов под конец 2021 года, исходя из первого способа трактовать цену биткоина. Переходим ко второму методу, который поможет нам понять, где именно будет цена биткоина в конце этого года. Этот метод основывается на тайминге, то есть времени, которое прошло от крайнего халвинга до конца года. В 2020 году это время составляет 233 дня. Мы сравним это с предыдущими двумя циклами, когда были первые два халвинга. Но здесь нужно уточнить, что в первом халвинговом цикле цена биткоина уже преодолела крайне исторический пик. Этого не произошло во втором цикле, и кажется, это не произойдет и в третьем, в котором мы сегодня находимся. Давайте будем реалистичными. Кто из вас вообще верит, что к концу этого года биткоин может преодолеть 20 тысяч долларов? Я лично немного сомневаюсь, учитывая предстоящие выборы, пандемию и какие-либо другие события, которые могут неожиданно произойти. Все это может резко изменить всю картину. Поэтому для этого анализа нам не нужно смотреть на первый цикл, мы используем только второй, который похож на третий почти как две капли воды. Если сравнить их лоб в лоб, то можно увидеть, что они имеют очень много схожестей. Даже дно было двойным и там, и там. Кроме формы, очень похожи и временные отрезки. 233 дня в обеих случаях. Что мы сделаем? Мы измерим рост цены биткоина от начала халвинга до точки спустя 233 дня. И это рост приблизительно 91%. Если мы сделаем то же самое в третьем цикле, в котором мы сейчас находимся, то увидим, что 91% роста приведет цену биткоина к отметке в 17800 долларов. Как мы видим, результат второго метода достаточно круто отличается от первого. Первый метод подсказывает о цене в 13500 долларов под конец 2020 года. А второй метод показывает цифру 17800 долларов. Разница в 4300 долларов достаточно существенная. Однако, у нас остается еще один метод анализа на закуску. Посмотрим, что он скажет. Прежде чем мы к нему перейдем, не забудьте поставить лайк под это видео. Я буду очень благодарен. В третьем методе мы используем почти ту же стратегию, которую я вам показал для второго метода. Но на этот раз тайминги мы будем отмерять не от момента халвингов, а от вершины буллрана и до конца года. В третьем цикле это 1112 дней. Давайте посмотрим, на каких отметках была цена биткоина во втором цикле спустя 1112 дней после вершины буллрана в этом цикле. Мы видим, что спустя 1112 дней после вершины буллрана цена биткоина упала на 34%. Давайте применим такой же метод для сегодняшнего цикла. Минус 34% за 1112 дней с момента крайнего исторического пика это приблизительно 12800 долларов за монету. Итак, три метода и три результата. Первый способ показал нам 13500 долларов, второй 17800 и третий 12800 долларов. Что мы сделаем? Правильно, суммируем и поделим на три. Это даст нам приблизительную цену биткоина под конец 2020 года, которая составляет 14700 долларов за один биткоин. Это и есть реалистичный прогноз биткоина под конец 2020 года. И это точно не миллион долларов, как это хотел видеть Джон Макафи. На самом деле, если брать модель Макафи, сейчас биткоин должен стоить 643 тысячи долларов. Что, конечно, совсем далеко от истинной цены главной криптовалюты. Конечно, у нас еще есть целых три месяца, чтобы неожиданно все изменить. И миллионный прогноз Макафи оправдался. Но это не совсем реалистично. На этом все. Пишите свои мысли в комментариях, каковы ваши прогнозы цены биткоина под конец 2020 года. А меня зовут Богатейший Ди. Не забудьте поставить лайк. Это моя мотивация работать дальше. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok